МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Вечер добрый. Да, прежде чем поговорить с вами как с космонавтом и лётчиком-испытателем, я хочу поговорить с вами как с испытателями молодёжи. Вы же испытываете молодёжь с 93-го года. Вы начали преподавать в Московском институте. Почему испытываю? Я просто преподаю. Это разные вещи. В следующем году будет 25 лет уже. Вашей кафедре будет уже. А какая это, кстати, кафедра? Она называлась раньше маркетинг-коммерциализация в аэрокосмической промышленности, а сейчас называется экономика ракетно-космической промышленности. Её переименовали. Как студенты изменились за эти четверть века? Да, по синусоиде. Во-первых, конечно, с 93-й год начиная, дальше пошло. Сначала это ребята были всё-таки ещё с советской школой, немножко как бы с советской закваской. Хотя, конечно, в конце 80-х у нас и телевидение, и пресса поработали над обществом, перед развалом Союза. Это было партийное задание, наверное? Ну, это был сценарий Горбачёва, Шеварнадзе, Яковлев, Света и Кодлы. Сценарий шёл где-то с 87-го года. Они всё это очень аккуратно, грамотно делали. Но, тем не менее, это дети были, которые ещё начинали в советской школе. Они были, очевидно, октябрятами, пионерами и комсомольцами, наверное, даже были. Потом, где-то середина 90-х, вот эти вот дурные года, когда все хотели быть или банкирами, или, так сказать, бандитами, и все пропагандировались, там, иностранные фирмы, которые тут тоже у нас массово паслись. Ну, чувствовала, что даже они готовы окончить и уехать за рубеж. То есть, они об этом не говорили, но чувствовала, что это вот уже получилось какой-то... Не то, что поколение, а вот срез какой-то получилось, что они не понимали, что им дальше делать. Потому что учиться в серьёзном ВУЗе, в общем-то, серьёзная специальность. Значит, а спроса на них нет, уже не было. Уже середины 90-х, уже спроса не было. Хотя, ну, надо сказать, что с нашей кафедры как раз они были востребованы. Причём, кем востребованы в большей степени? Банкиры очень приходили, заранее за год подбирали именно с нашей кафедры, потому что это хорошее инженерное образование, инженер-экономист. Вот. То есть, вот эти купцы приходили, брали ребят. Но это не специальность, понимаете? И когда им читаешь, рассказываешь, что... Ну, они, конечно, слушали, но не чувствовалось, что им это очень интересно. Им надо получить образование. И тем более пошло уже тогда платное образование, пристыковалось. Вот. Вот. Платники, конечно, были намного бестолковее, и, так сказать, и позволяли себе, так сказать, мы платим. Могли и прогуливать, и, так сказать, не посещать. Вот. Потому что мы платим. Вот такой период был. Где-то 90-е годы. Вот этот период был. Я понимала, что им предложат уехать куда-то за рубеж, если предложат, или, может быть, сами, то, может быть, будут искать. Вот. И зачастую устраивались работать, окончив такой, с хорошей специальностью, в общем-то, солидный вуз. Ну, кто-то там на фирму, на хорошие должности, с хорошими зарплатами. Ну, там кто стиральные машины продавал, значит, там, менеджерами, не просто продавцами, а так, это... Значит, кто-то там еще какие-то, значит, торговля тут шла какая-то официально в забрубежные фирмы. Вот, к сожалению, этот момент был. И это продолжалось, ну, довольно-таки долго. Я скажу, что это вот до середины, ну, как говорят, нулевых годов. Нулевых. Даже чуть позже. Чуть позже. Потому что и спроса особого не было. Отрасль была... Я не скажу, что она совсем в загоне была, но, конечно, это была не та ситуация, которая... Ну, отрасль, вы говорите, про космос или про авиацию? И авиационно-космическое. Вот. Они примерно в одном положении. Причем предприятия сокращались, сливались там как-то. Почему сокращались? Ну, во-первых, отрасль вообще считалась, что те, кто возглавил потом российское, значит, космическое агентство еще первоначально, ну, прямо говорили, отрасль переразмерена. То есть было слишком много, якобы, предприятий этой отрасли в советское время. Но они все располагались на территории Российской Федерации, насколько я понимаю, в советское время. Ну, в Украине был ККБ. Ну, в Украине был ККБ. В советских, значит, уже оставались, ну, скажем, не хочу сказать, старики. Ну, иногда заходишь в цех, значит, в то время, конец 90-х, начало нулевых годов, цех сборочный, а там чисто пенсионеры и тон полупустой. Они работают, они собирают, они умеют собирать эти изделия уникальные, но их уже мало, потому что молодежь не шла. Эта вот яма провальная, но это имеется в виду уже на предприятиях. И они же это знали, потому что многие приходили из семей, которые были когда-то связаны, может быть, родители. Ну, так, грубо говоря, то есть совсем случайных людей там обычно не так много бывает. Ну, бывает, но просто все равно какое-то, знаете, вот тяготение какой-то отрасли, очевидно, это все-таки передается и в семье. Потом просто отрасли, простите, авиация, космонавтика, это всегда было у нас не только престижно, интересно, это было то, чем мы не просто гордились, где мы впереди были во многом. Вы знаете, я помню одну вашу беседу телевизионную с Захаром Прилипиным, где вы сказали, что эта отрасль злонамеренно уничтожалась. Разваливали, да. Оборонку разваливали. Какие были ведущие у нас? Это была авиационная промышленность, ракетно-космическая, то есть Министерство общего машиностроения и еще атомная, Минсредмаш это называлось. Разваливали, я хочу понять, по экономическим резонам или по каким-то идеологическим, то есть вот... Не по идеологическим и не по экономическим, а по политическим. Вот так вот? Конечно, потому что это было то, в чем мы были сильны. Ну, не случайно же нашу армию, значит, где-то подразваливали, не случайно же, разваливая союз, ведь, ну, наверное, мы должны помнить, были же лозунги, зачем нам ракеты, нам лучше колбасы побольше в магазинах. Все это было массово. Ну, колбасы не было, а ракеты были. Ракеты, а потом, значит, получилось, что и колбасы в холодильник нет, ну, что денег нету и ракеты. Наших ракет очень боялись, кстати. Боялись наши потенциальные противники, прежде всего американцы, ну, натовцы там как бы, они пристегнутые к ним. Ну, потому что у нас были ракетно-ядерный щит, наш был действительно один из самых. Был, сейчас нет? Нет, он есть, но тогда, тогда они страшно боялись даже отдельных каких-то вот видов ракет, значит, типа Сатана, там, ну, как они называли, Сатана, другие, значит, у нас были мобильные ракетные комплексы, которые ходили по железной дороге, и было невозможно вообще понять со спутника, со шпиона, что это пассажирский поезд или что, то есть настолько это было, кстати, на Украине было сделано. Да. Вот. Были другие, не только шахтные какие-то, которые проще всего определить сверху, там, значит, как-то, ну, разведкой, и целый ряд других. Были те, которые было почти невозможно сбить, и не случайно ведь Горбачев согласился первым делом, американцы настояли, а он, братаясь с ними, и, так сказать, мир, дружба и разрядка, он согласился порезать именно эти комплексы. Вот эти вот самые боеспособные, которые обеспечивали нашу, так сказать, обороноспособность. Но это ведь скорее была наивность, а не какой-то злой. Наивность я. Михаил Сергеевич, генеральный секретарь. Это была глупость, глупость, но, так сказать, сопряженная, ну, как говорится, чем-то где-то прикупили, знаете как. Прикупили или обаяли, скажем так? Ну, прикупили, знаете, тут со свечкой не стоял ни пойман, ни вор, хотя наши люди, которые, ну, которые руководили спецслужбами, порой говорили, что Михаила Сергеевича прикупили. Я слышала из уст некоторых тогда. Так, между делом, ну, прикупили его где-то. Ну, это второй вопрос, прикупили или нет. Ну, прикупили политически, это совершенно точно. Это совершенно точно. То есть Остапа понесло, значит, любимец публики, любимец Запада. В стране тоже поначалу-то к нему хорошо относились, язык подвешен, то все, да, горбий. Нет, и в стране-то поначалу думал, о, пришел так нормальный, здоровый, говорит, и все хорошо. Вот. И оказался падок на вот такую вот политическую лесть, на политическую популярность за рубежом. Оказался падок очень. Нет, большого, конечно, ума, так сказать, это понятно, да. А вам приходилось с ним лично общаться? Общалась. Ну, не то, что так вот, как мы с вами, но общалась на каких-то там мероприятиях, так, ну, здрасте, здрасте, там, еще что-то. Ну, так вот. Не то, что вот обсуждать что-то. Но приходилось. Если вот Борис Николаевич Ельцином с преемником сравнивать, то как вы определите эти две фигуры? Ну, это совершенно разные люди, конечно, там другой характер. Но я думаю, что если бы на месте Горбачева был Ельцин, то союз бы... Тогда бы в 80-х. Да, он бы не дал союз развалить по его характеру, по характеру Ельцина, по характеру. А как же знаменитые берите суверенитеты сколько захотите? Ну, так это уже пошло, когда уже Россия начала разваливаться. Вот именно. А союз был, он не дал развалить. Не, я думаю, что у него характер был, знаете, такой этот. А если этих двоих с Владимиром Владимировичем Путиным сравнивать? Ну, я не хочу сравнивать это совершенно. Ну, во-первых... Ну, вы общались и с Ельциным, и с Путиным? Ну, общалась как вот так вот. Ну, все равно в личном общении есть же возможность просканировать. Да, да, просканировать есть, конечно. Что за человек? Ну, он не простой человек. Путин. У нас в КГБ-то ведь простых не брали и учили хорошо. Поэтому он какой надо, такой он и... Какой ему надо, такой он и кажется. Если анализировать ваше интервью за последние 30 лет, то мне кажется, что вы изменили отношение к Путину, ну, скажем, после 10-го, условно говоря, 12-го года. Вы имеете в виду? Ну, все-таки вы как-то... У вас были достаточно резкие оценки после, допустим, ситуации с миром, когда мир был... Да, а я и сейчас скажу, что это я и сейчас скажу. Деньги же были выделены на то, чтобы мир оставить на орбите, а в результате за эти деньги его затопили. У меня и сейчас такое же мнение об этом решении его... Вы думаете, что это было личное решение Путина? Ну, вообще, там премьер-министр был Касьянов тогда. Вот именно. Да, но все равно, я думаю, что такие вещи без доклада, я думаю, что они не решались. А где эта зона компетенции? Ведь эти решения принимаются на основании каких-то экспертиз, на основании людей, которые советуют. Ну, эти решения принимались, как я знаю, это принималось, это была подготовленная такая позиция. Позвонили из Вашингтонского обкома и сказали, давай... Ну, не из Вашингтонского обкома, но те наши, значит, руководители, тогда он то Роскосмос назывался, то там чуть по-другому, но, в общем, руководители, они тогда очень плотно работали по станции МИР, там же американцы к нам летали с Америкой. И там сидели, да там уже и фирмы совместные у родственников были, то есть там плотный был контакт, понимаете? Это плохо разве? Это же хорошо, наверное. Ну, для них-то хорошо, конечно, а для принятия решений, для лоббирования, скажем так, негласного лоббирования, конечно, интерес у американцев, но это, я думаю, я уверена, что сыграло роль. То есть американцам не хотелось, чтобы у нас оставалась своя станция. Но ресурс-то был выработан? Ну, он был выработан задолго до этого, задолго, но она была работоспособна еще, уж лет пять бы точно пролетала бы. Вот, и деньги тогда и уже были, потому что уже нефть подорожала и так далее, уже там немножко пошло. Вот, но мы знали четко, что им очень не хочется, чтобы эта станция работала. И как только вот это... Почему? Потому что мы конкуренцию... А мы были самостоятельные. Там можно было военприкладные эксперименты делать. У нас же на станциях Салютах и на Мире, когда это чисто наша была, там был и раздел военприкладных экспериментов. Но это не значит, что там бомбы раскидывали, грубо говоря, или лазером что-то такое, но там это и разведка, и наблюдение, и какая-то информация. Ну и другие эксперименты, они там были. И это нормально. Это нормально. А когда на Мир стали они летать, все, мы это дело прикрыли. Потому что они тут мотаются кругом, значит, поэтому все это было прикрыто. А потом, когда американцы вместе с нами переключились на международную станцию, ну мы-то там оставались, могли оставаться одни, опять-таки могли там решать различные проблемы. Уж лет-то пять наверняка бы проработало, тем более тут там, типа, ревизии посылали, значит, туда слетал один космонавт, значит, один из руководителей НПО «Энергия» вернулся, сказал, что все хорошо, в хорошем состоянии. Вот. А американцев нет. Значит, как только это международное освоили, расконсервировали, начали там работать, и вот те же люди, которые руководили, начали потихонечку, аккуратно говорить, ой, небезопасно, ой, скоро упадет. Ну мы же понимали, кто, кто с этим связан, понимали, что это... Все понимали. Кто связан. Я думаю, что все. Я думаю, что все. Но только те, которые подпевали, так сказать, всегда есть люди, которые готовы подпевать начальству и искренне поддерживать его точку зрения. Всегда такие найдутся, понимаете. Но основная масса, конечно. И причем не только космонавты, а специалисты, которые работали там. Ну всегда же можно обосновать что-то, что вот она скоро развалится. Нет, но параметр безопасности, он производит впечатление, согласитесь. Всегда. И на руководителей, прежде всего. Потому что нести ответственность руководителю. Очень хорошо знаю по авиационной промышленности. Когда я работала испытателем, я это увидела. Когда надо какую-то там, ну, может быть, изделие или что-то такое подзарубить, или притормозить, то приди к генеральному конструктору, даже можно к более низкому. Генеральному точно, если прийти и сказать, что вот это небезопасно, а если он тебя, как говорится, воспринимает и прислушивается, понимает, что ты профессионально говоришь, и ты ему говоришь, что это небезопасно, ой, он тут же остановится и будет думать. Это аргумент, понимаете. Это неубиенный аргумент, это старый прием. Он был использован, причем это же не так сразу. Это в течение года потихонечку. Сначала аккуратненько один-два раза сказали, посмотрели, как реакция. Ну, никто вроде там с демонстрации не вышел с отрасли, что не трогайте станцию. Поэтому это было... Не, ну, потом, когда ее затопили, на самом деле... Когда затопили, была очень негативная реакция в обществе. В обществе, да, в обществе, негативная. Более того, я думаю, что и Путин, я думаю, не ожидал такой реакции. Потому что, когда ее затопили, значит, вот эта негативная реакция в обществе, я вдруг увидела, там был очередной день космонавтики, и никто не ожидал, что он приедет-то. И вдруг он приехал. И приехал, начал выступать и говорить. То есть я поняла, что вот это... Для него неожиданность была эта реакция общества на затопление станции МИР. Никто из них во власти, как бы это и в правительстве, и в президентстве не ожидали. Кстати, говоря об американцах, вы знаете, тоже удивило одно ваше заявление относительно того, что у вас ни те, ни сомнений нет, что они все-таки были на Луне. А откуда у вас вот эта убежденность? Вы что-то знаете, чего мы все не знаем? Нет, я ничего не знаю, что, так сказать, вы не знаете. Я просто знаю систему, которая тогда была. И можете быть уверены, что если бы тогда... Да, тем более мы-то тоже на Луну стремились. И у нас не получилось. И если бы была бы хотя бы малейшая зацепка или малейшее сомнение в том, что их там не было, да это бы вскрылось бы тут же. И наши спецслужбы, и наши специалисты. Это все отслеживалось, все наблюдались. Типа траектории пролетные. Все это, значит, пеленговались переговоры и так далее. Все это известно, фиксируется. Они за нами смотрели и смотрят, и мы за ними. Поэтому все это было. И будьте спокойны, будь тогда, малейшее сомнение, это времена были тогда брежневские. Да, это же, конечно, 60-е. Это шло соревнование такое, так сказать, в космосе, да и вообще по всем параметрам. Да ну что вы, тут же бы это было выплеснуто. А на Марс технически сможем? Ну когда-то сможем. Но для этого надо ставить задачи. То есть для того, чтобы каких-то больших целей достичь, надо уметь их ставить, не бояться их ставить. Кстати, говорят, ну я с Королевым, так как говорится, никогда не общалась. Я пришла когда уже через лет 12, как его не стало. Но говорят все, кто с ним работал, причем не просто там какие-то люди рядовые, а те, кто соратники и так далее, если посмотрите даже, ну мемуары какие-то и так далее, они почти все говорят, что у него была мечта полет на Марс. И не только у него, Глушко была эта мечта, полет на Марс. И говорят, что если бы он так рано не ушел, ну что он рано, 50 с небольшим лет-то ушел, да, то может быть мы туда бы уже каким-то образом нарванули. Ну может быть человек, может быть не человек, может быть автоматика, но мощная автоматика, не такая, как сейчас послали и не долетает. Как правило, у нас, ну сейчас вроде немножко наладилось. Но это была бы генеральная цель. И она у него была. Это известно его соратникам. От них я слышал, понимаете, это известно. О достижении цели мы поговорим во второй части программы, где мы будем беседовать. То есть я буду беседовать не сколько со Светланой Евгеньевной Совицкой, сколько со Светой Совицкой. Ты ради Бога. Итак, насчет Света. Вот Света в 15 лет прыгнула с парашютом в первую очередь. В 16. Я думал, что в 16 уже и стратосфера. Нет, в 16... Ну и стратосфера тоже. В 16 стратосфера? Нет, в 16 начала прыгать, а стратосфера там уже исполнилась в 17 к этому времени. Так. Как родители реагировали? В общем, это ребенок еще в 16 лет. Ну, почему ребенок? Я так крепкая была. Я, кстати, думаю, что вы крепкая, потому что я знаю историю, что нештатная была ситуация, что вы даже горели один раз на орбите. Ну, было какое-то задумление. Ну, не то, что уж горели, но был пожарчик такой. Пошел пожарчик, да. То есть вы вообще всегда были такой вот волевой девочкой, которую сложно было напугать? Или это с годами как-то вырабатывались эти качества? То есть это наследственное... Это самовоспитание. Самовоспитание. То есть родители вас не воспитывали, и вы воспитывались. Вот в этом плане, вот о чем вы говорите, это, конечно, работа над собой. Понимая, что если я хочу кем-то быть, то мне нужно то-то, то-то, то-то уметь и такие-то качества. Ну, хорошо. Папа, маршал, военный, летчик, я понимаю, что он мог поощрять вот эти ваши устремления в стратосферу. А мама-то как реагировала? Никак. Вы единственный ребенок в семье? Нет. Нет, у вас братья и сестры есть? Младший брат, на 10 лет младше. Как зовут? Она была им занята. А, вот, понятно. И было, да, понятно. У нее было главное, чтобы... То есть ему как раз лет 5-6 было тогда, когда вы... Ну, где-то, да. Но дело в том, что у нее... Ну, она же работала, во-первых, тоже день и ночь, как говорится, она в 8 уходила, в 9 приходила. Ну, хотя жена маршала могла бы, наверное, позволить себе... Она работала, да, но она работала всю жизнь. Всю жизнь работала, вот, и так, достаточно на ответственных каких-то постах. Вот. Просто не то, что там не до меня было. Для нее главное было, чтобы я начала я авиацией заниматься. Она же в школе училась, еще два года я училась. И приходила уже пропускать уроки. Ну, как пропускать? Приходишь, тебе в аэроклубе дают справку. Была на парашютных прыжках. Принес, отдал. Все. Вот. Еще заботила, чтобы я только нормально училась. А так как я как бы смогла организоваться, и все, у меня подгонялось, там что-то пропустила, так сказать... Троек-то фактически не было так ночью. Четверки, пятерки, так вот. Вот. Поэтому школу я окончила. Причем экзамены ездила на аттестат школьный, ездила с прыжков на сборы, были под Москвой на аэродроме. Вот. Мне как было не до этих экзаменов выпускных. И экзамены были тогда как-то в две смены можно было с утра. ЕГЭ же этого не было несчастного. Нормально, экзамены были, прийти, там сдавать. С утра, и вторая смена была, там, по-моему, после обеда или днем, значит. И я записывалась как бы, старалась во вторую смену, я с утра отпрыгаю, потом с кем-нибудь сяду там на попутки, доеду до Москвы, приду, чего-нибудь сдам. То есть школу я окончила, слава богу. Вот. В институт поступила между делом, ну что надо было, ну между делом как, просто самолет стоял, значит, улетал на соревнования парашютные, команда сидела, ждала. Я была членом команды Московской парашютной. Вот. И я, значит, последний экзамен сдала, математика, по-моему, была письменная, и что-то я решила, что там как-то у меня это не здорово. Я решила, я сняла трубку, матери позвонила, говорю, значит, так, я экзамен сдала, я уезжаю, улетаю. Наверное, я не сдала. И вот, ну, выяснилось, что там хватило баллов, все, значит, я поступила. Вот. А когда я училась в институте, ей тоже главное было, чтобы меня не отчислили, потому что я же все время на аэродроме была, я же потом ушла. Но вы как-то учебу в МАИ совмещали с училищем? Нет, ну, училища нет. Училище – это другое, это заочное, это другое, там другая схема обучения была. А МАИ вообще он чем всегда славился? Да и сейчас, в общем-то, иногда называли, что это физкультурный институт с легким авиационным уклоном. Кто-то говорил, что это институт культуры с легким авиационным уклоном, потому что там приветствовалось вообще, чтобы студенты чем-то занимались еще, помимо учебы, чтобы учились. У нас прекрасные спортсмены были, олимпийские чемпионы учились там. Ну, тот же, кстати, говорю, и культура тоже. Задорнов наш, кто там еще сатирики, еще там МАИ Кристалинская наша была. То есть способствовали тому, чтобы люди занимались чем-то еще. Ну, ДК знаменитый, ДК МАИ. Ну, ДК МАИ, да. Площадка, да. Да, да, да. Поэтому я как только поступила, пришла на занятия на первый курс. Пару дней, мне говорят, значит, так, соревнования по парашютному, по парашютному еще, межвузовские. Пойдешь в команду, поедете, значит, за вуз выступать. Поэтому, а потом я стала летать. А летать летала я в Тушино, это уже рядом. Волоколамка рядом. Но все равно, значит, надо было уезжать там и так далее. И поэтому мать больше, по-моему, беспокоилась. Она не говорила, ну, чтобы я все-таки окончила этот институт. И мне как-то было это самое. Я не обращала внимания, ну, на меня тоже особо не обращали. Ну, у нас же были тогда, это сейчас на компьютерах. А там что, лист разложишь ватман, надо что-то начертить. Разложишь, прикрепишь дома этими кнопками. Найдешь центр листа, найдешь, он, может быть, 2-3 недели лежит. Так, потом сделает. Вот, значит, родители ходят, так смотрят, но молчат. Вот, ну, у них сплечь с горой свалилась когда-когда? В 70-м, что ли, году? Ну, это уже на каком-то курсе я была, наверное, на 4-м, что ли. Ну, поехали на чемпионат мира по высшему пилотажу. Ну, я там выиграла. Значит, я вернулась, приезжаю домой, значит, с аэродрома приехали. И Майд говорит, ну, слава богу, теперь тебя не выгонят. Я говорю, почему? А вот видишь, телеграмма от ректора поздравительная. Все, на этом все кончилось. Я просто к тому, что вот какие заботы были, что-то лишь бы не мешало этом. Ну, а мне это не мешало. То есть у нас вуз такой был, который на сегодня позволяет, если ты можешь совмещать что-то, то еще в чем-то себя реализовать. Я вот понимаю, как родители реагировали на ваши подвиги, условно говоря. А как ваши поклонники, молодые люди, потому что вот их девушка там прыгает с парашютом. Ну, у меня не было таких поклонников. Мои все знакомые молодые люди и девчонки, все это была команда парашютная, самолетная. Это мы... Остальные меня вообще никогда не интересовали. Вы первая женщина в мире, которая вышла в открытый космос. Узнали об этом ваши родные, как водится, из телевизионных репортажей, из газет? Нет, ну, то, что уже... Вы готовили? Ну, я, во-первых, никогда никого не готовила. И у нас как-то... У нас не было принято в семье, знаете, там приходить, что вот я туда пойду, то-то сделаю. У нас так не принято было. То есть каждый своим делом занимался. Ну, отец всегда, он очень любил узнавать что-то про меня. Даже когда я начала прыгать, да. А мне это, так сказать, совершенно не нравилось. Он понимал, что не нравилось, потом узнавалось... Не нравилось прыгать, не нравилось, что он пытается узнавать. Что он пытается узнавать, да. Вот. И поэтому он так из-под тяжка. А потом иногда сказал, а я знаю, где-то было, а я знаю что-то. Вот. Ну, конечно, когда уже я ушла, даже стала летчиком-испытателем, работала. Ну, конечно, это уже профессиональный разговор мог быть и так далее. О каких-то машинах. Он очень хорошо, так сказать... Не просто он был военный. Он, так сказать, занимался вместе с Конструкторским бюро созданием самолетов. То есть он был председателем государственных комиссий по целому ряду самолетово-авиационных комплексов. Там и Яковлевских, и Суховских. Вот МиГ-25, МиГ-31, которые вот сейчас все-таки нам удалось заставить. И их возобновили, его модернизируют. И он единственный, кто охраняет наши, так сказать, севера и дальний восток. Поэтому он очень хорошо знал аэродинамику, динамику, все вот это. То есть он не такой стандартный военный был, который... Хотя он летал, командовал все, так сказать, это личным примером. Но у него даже Нобелевская премия... Уфу, Нобелевская. Ленинская премия была за разработки военных, за какие-то технические. Конечно, в коллективе там и так далее. То есть он хорошо технику знал. Даже радиотехнику хорошо знал, которую я очень плохо знаю. А он, так сказать, не только авиацию, но и радиотехнику. То есть он технарь был такой сам по себе. Поэтому какие-то вещи он мог никогда уже профессионально... Значит, можно было спросить, он мог подсказать и объяснить даже. Но это уже когда я работала испытателем, допустим, в каких-то направлениях, не обязательно к инженеру на фирму, можно было спросить. Вот, поэтому он в этом плане, конечно... Ну, премию упомянули. Как он реагировал на ваши награды, на премии, которые вы получали, на звезды, которые вы получали? Ну, понятно было, что если человек летит, то, наверное, наградят. Чем-то об этом никто не думал. Ну, там же был совершенно другой фактор. Человек летит, человек мог и не вернуться, и возвращались же. Это тоже, естественно, да, конечно. Ну, так это работа такая. Это работа такая. Можно было и на самолете навернуться где-нибудь, когда-нибудь об этом. Ну, особенно испытатель, я так понимаю, насколько я понимаю. Ну, это... Вот для вас, я насколько понимаю, 86-й год, он знаковый в том плане, что не стала вашей мамой, с одной стороны, с другой стороны, вы стали мамой. Да, родился сын, да. Я так понимаю, что сын родился в ноябре, 7-го ноября, да, Константин родился, 86-го года, а мама ушла раньше? Октября. Октября, да? А он... Неправильно написано, значит, в Википедии. Ну, они неправильно пишут, да. А она в ноябре умерла, да. А, то есть она всё-таки... Нет, она его не видела, нет. Потому что она в больнице лежала. Уже болела, да. Тяжело переживали вы уход мамы? Или вы такой человек, как, ну, условно говоря, военный, который... Ну, нет, я не военный человек в этом плане. Ну, так сказать, это жизнь, что делать. Ну, а вы вообще считаете, что вы человек воли, вы любой человек? Потому что, наверное, я говорю, что вот я упоминал эпизод, ну, когда у вас была нештатная ситуация на орбите, что там все говорили, что вы хладнокровнее своих партнёров отреагировали на это. Вы вообще, в принципе, себя считаете волевым человеком? Ну, как отреагировать на какую-то ситуацию, это здесь не... Реакция – это не признак воли, это признак подготовленности, психологической устойчивости, стрессоустойчивости, подготовки профессионально. Это не показатель воли, это готовность работать в каких-то вот нештатных ситуациях, к которым человек должен себя готовить, конечно. Ну, вы знаете, я не хотел бы, наверное, второй раз упоминать первую женщину космонавта, Керешкова, но я думаю, что она была подготовлена. Тем не менее, вот, ну, ситуацию... Ну, вот это известный факт, они написали много и говорили. Ну, казалось, не готовы, допустим. Ну, это... Меня интересует, вы когда полетели спустя много лет в космос, у вас другие были условия в смысле комфорта, в смысле технической оснащённости, или это разницы не было между... Нет, ну, что значит условия и комфорта? Конечно, первые корабли, ну, они были настолько, с одной стороны, надёжные, настолько простые. То есть там ведь даже, вот, первые корабли «Восток», они же даже, там, человек не мог вмешаться в то, чтобы там как-то что-то изменить. То есть от Гагарина ничего не зависело? Нет, зависело что? Что если что-то случалось, там, например, не прошла ориентация, автоматически не сориентирован корабль, тогда можно взять ручное управление, его сориентировать, включить, значит, ну, двигатели, значит, включить программу, и чтобы двигатель сработал, но при этом ориентацию ты поддерживаешь. Ну, и, кстати говоря, было, ну, это уже на другом корабле, вот у Леонова с Беляевым было, сейчас вот фильм вышел, там, ну, там этот эпизод тоже обыгран, ну, так как они это, так сказать, обыграли, ну, показали. Там тоже была проблема с ориентацией, то есть автоматическая ориентация не прошла, им пришлось, значит, но это штатное, брать вручную, ориентировать и включать, то есть это человек мог сделать. Ну, например, если, как говорят там, что человек заметил, что там что-то не то заложено, и взял, перезаложил, там что-то сообщил, ну, это фантазия, такого там быть не могло, эти корабли этого не позволяли. А вот в случае чего там, да, можно было, так сказать, сориентировать, спуститься, потом каким-то образом там управляли, можно было управлять системой жизнеобеспечения, там, ну, то, что касается, значит, существования человека, да, это корабли позвали. Они были простые, тем более они делались как первые полеты, это была серия шесть кораблей, они фактически были одинаковые почти. И первый полет вообще непонятно был, как человек себя поведет в эту историю, вы знаете, что там, значит, даже какой-то код там писали, и логический замок делали, а вдруг там человек, значит, не будет, так сказать, хорошо ориентироваться. Ну, Гагарин, ну, кажется, сообщил, но это известная история. Поэтому делаясь на то, как говорится, чтобы все это было просто и надежно, вот, но чтобы в случае чего все-таки подготовленный человек мог вмешаться в управление, сориентироваться и спуститься, именно спуститься, а не улететь куда-то. А вот менять программу, там было жесткое, программа мельного устройства, они стояли, а не жесткое устройство, которое вот запускалось, оно работало. Уже человек там наверху ничего не мог поменять. И снизу даже не могли поменять. Вы знаете ситуацию, когда мы летели на замерзшую станцию, которая вообще была совершенно неизвестна, стыковаться с абсолютно с куском льда, фактически, которые технически... Да, с болванкой. С болванкой, да. Заледенела. Так что там совершенно разные были моменты. Нет, ну, во-первых, это уже была другая техника, понимаете. Вот вы спросили, какие условия. Да, мне было интересно. Конечно, там условия были совершенно другие. Более спартанские. Ну, наверное, более спартанские, да. С другой стороны, значит, ну, я не знаю, как... Не то, что спартанские, ну, там даже в плане жизнеобеспечения они были менее комфортные, потому что люди не снимали скафандры, они сидели все время в скафандрах. Это потом только начали скафандры снимать. Вот. Это не очень-то удобно в скафандре все время сидеть. Да, но это нормально, тебя тренируют, то есть уж пошел туда, значит, поэтому работай так. Вот. Поэтому, конечно, условия были потом уже другие. И сейчас они другие. Вы упомянули, кстати, фильм. Я подумал, ведь очень много есть голливудской продукции об астронавтах. Да. А космонавты, прямо скажем, не очень много снимают. Вы смотрите то, что выходит в прокат. Вы имеете в виду чью? Американскую? Вообще, в принципе, какие-то фильмы смотрите про космос, условно говоря. Или нет? Или вам это смешно? Нет. Ну, знаете, как-то не то, что смешно. Но вообще, если говорить вот о фильмах о космосе, о полетах в космос, то, значит, мне как запомнилось, произвело впечатление. Это Стэнли Кубрик. Вот. Ну, там все. Там и музыка, там и виды, и все. Конечно, это сказка. Это сказка. Но классно сделанная. Хотя, конечно, к реальности отношения мало имеет. Но я его посмотрела очень давно. Ну, еще когда на кинофестивале привозили, я только когда там летала. Но, тем не менее, это хороший фильм. Другие американские, ну, я их так кусочками смотрю. Вот. Я уж не говорю, какой-то безобразный фильм, когда там они нашего в ушанке там изображают космонавта. Ну, это похабщина. Вот. Ну, вы знаете, вообще все фильмы, если смотрит человек, который профессионально в этом работает, все равно он понимает, что вот все равно это так быть не могло, но похоже. Вот примерно как... Вот сейчас вот фильм сняли, по Алексею Архиповичу, вот это вот время первых. Если сравнить, то это впечатление такое же, как в свое время на меня произвел фильм «Метты» экипаж. Первый тот. Да. Помните, первый «Метты» экипаж? И... Ну, это вообще наш первый боевик был на эту тему, да? Первый фильм «Катастрофа». Ну, «Катастрофа», да. Ну, не боевик, а «Катастрофа» и так съемки такие, да. И ты летчик, ты летаешь, и, так сказать, эти машины все знаешь, ты смотришь и понимаешь, что вот так это точно не могло быть. Там с ледорубом куда там хвост, там что-то рубить и так далее. Но в то же время, вот он был так снят, что все равно он не вызывал отторжения. Ну, что-то они и так показали и так далее. Но вот настрой, внутренне психологические какие-то вещи, там были правильно показаны. И вот этот фильм, который сняли, вот «Время первых», вот он такое же впечатление. Потому что, ну, что-то, какие-то нюансы там, может быть, не так это было. А потом, это же фильм художественно-документальный, то есть он документально-материальный, но он все-таки художественный. Ну, даже и Леонов говорит, что, говорит, вот какие-то вещи не так были. Ну, потому что это художественное произведение, да. Но, тем не менее, вот такая же реакция, как вот на фильм «Экипаж». То есть хороший фильм. Они не пережали, не перегнули. Значит, никаких там розовых этих самых соплей или слез каких-то, знаете, как, о, как это все страшно. Вот. Но показано где-то, может быть, педалировано. Ну, вот, в принципе, как бывает, как могло быть. Вы знаете, я вот буквально за час до нашей встречи беседовал с коллегой, и он, это публицист Новиков Ланской, сказал, я сказал, что я буду беседовать с вами, сказал, что вообще идея русского космизма это то, что может стать нашей национальной идеей, потому что вот это на наше стремление к освоению этих пространств. Это я говорю не сколько вам, сколько вообще всем политикам в вашем лице, в том числе и Путину, Владимиру Владимировичу, вот ищут национальную идею. Это идея освоения космоса и русского космизма. Я с вами согласна, потому что вот я считаю, что не только космоса, а авиация и космонавтика. Вот. Это наша национальная идея. Вот и ваша задача, в том числе как политика, эту идею прозвлекать. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова